Заочный Народный Университет Искусства Научиться рисовать. После открытия экспозиции экскурсию проводят сами художники. Это ирисы. Они меня просто заворожили. Это у моей подруги в саду. Они меня просто не оставили равнодушно. Пришлось прийти и нарисовать. Алексей Сурин, хоть и рисовал с детства, поначалу выбрал работу экономиста, но, как говорится, сердцу не прикажешь. Исполнить давнюю мечту и стать профессиональным художником помог Знуи. Теперь Алексей полностью погружен в любимое дело. Уже в зрелом возрасте я поступил в Знуи, отучился и закончил его. То есть, ну вот, здесь представлены картины, начиная с 16-го года. 16-го года, то есть, ну, часть уже и не останется картин, часть продана, часть висит, вот часть где-то выставляется. На экспозиции представлено 76 картин, 8 выпускников Заочного народного университета искусств. Все они выполнены в различных жанрах и техниках. Объединяет мастеров то, что учились они у одного преподавателя, члена Союза художников России Виктора Горбунцова. Хоть и закончили уже, но многие все равно приходят на занятия. Называется курсы повышения мастерства. Это они могут быть до бесконечности, потому что у нашего учителя можно, наверное, всю жизнь учиться. И он очень много всяких навыков дает. Каждая работа – это приглашение к созерцанию шумного города или тихого берега реки, леса, залитого солнцем, или нежных цветов, спрятавшихся в тени деревьев. Каждая картина – словно небольшая история, рассказанная автором. Чем больше ты учишься рисовать, тем многограннее мир. Потому что, наверное, ты, когда стоишь перед чем-то, что изображаешь, ты многократно переводишь взгляд с холста на этот предмет. И начинаешь видеть, что это не просто какой-то чайник, а это удивительно красивый чайник. И этими знаниями, этим собственным видением художники с удовольствием делятся с посетителями. Выставка «Мелодия цвета» будет работать в Видновском историко-культурном центре до 19 мая. Вход свободный. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.